Всем привет! Давайте сегодня решим этот вопрос. Можно ли напрямую заряжать сотовые телефоны от солнечных панелей? Возможно ли это? Как это проверить? И насколько это эффективно? Все знают, что если подключить сотовый телефон к самодельному зарядному устройству, сделанному хоть из микромоторчика, хоть из маленькой солнечной панельки, хоть даже из светодиодной матрицы, индикатор зарядки вспыхнет и будет показывать, что телефон заряжается. Давайте я это дело продемонстрирую прямо сейчас. То есть телефон в спокойном состоянии показывает, что на индикаторе ничего нет. А когда я включаю, обратите внимание на экран, вот я подключаю протогил к солнечной панели, сразу высветилось название зарядка, слово такое, и забегал индикатор. Ток пошел. Сейчас у меня на балконе лежат две солнечные панели, соединены они с помощью вот такой вот сборки диодов шутки. Я думаю, вам видно, как они направлены. Чтобы панели друг друга не сажали, я использую диоды. Вот штатная зарядка данного телефона, вот она лежит прямо перед вами. Давайте посмотрим ее параметры. Я думаю, всем хорошо видно, что эта зарядка может выдавать для заряда вот именно этого телефона 300 плюс-минус 50 мА. То есть нижний предел получается 250 мА, а верхний 350 мА. Она легкая, бестрансформаторная, и даже имеет индикатор зарядки и индикатор, что аккумулятор уже полностью зарядился. Зелененький свет будет гореть. Хорошая вполная зарядочка, хотя я ее не пользуюсь. Зачем пользоваться зарядкой 220 вольт, если есть солнечные панели? Ну, как я уже сказал, что мало убедиться в том, что индикатор загорелся, и якобы происходит зарядка телефона. Это можно сделать даже от пустой пивной банки или от двух пальцев. Поверьте, индикатор загорелся. Это неинтересно. Зажать светодиод это тоже неинтересно. Роль в заряде аккумулятора любого играет ток. Понятно, если напряжение ниже, чем позволяет аккумулятор, то заряжаться он, по идее, не будет. Или же будет заряжаться, но только до напряжения источника тока. В данном случае напряжение у меня явно превышает 5,5 вольт, потому что одна панелька выдает почти 8, ну, другая 6, иногда даже 7. Они соединены непоследовательно, они соединены параллельно через диодную развязку. А вот какой ток идет сейчас в цепи на аккумулятор суток телефона, мы проверяем приборами. Итак, вся шкала прибора у меня сейчас 150 мА. Маловато, конечно, но и солнце сейчас утреннее не очень яркое. Что показывает стрелочка прибора? Она показывает, что при всей шкале 150 мА у меня сейчас 17 делений. Хотите поделите сами, хотите не делите, но я считаю, что это примерно 80 мА. Конечно, это даже не 300, как здесь, но это свободная дармовая энергия, получаемая от солнца. Да, телефон будет заряжаться достаточно долго. Но, как я убедился, у этого телефончика аккумулятор емкостью 1200 мАч. Я думаю, простая арифметика по показаниям прибора может нам подсказать, за сколько времени зарядится этот сотовый телефон, даже при таком освещении. Если я буду менять положение солнечных панелей или затенять их, ток, конечно, упадет. Но когда солнышко взойдет высоко и будет яркое освещение, то, поверьте, ток от этих двух панелей будет вполне достаточным, чтобы зажигать лампочку. Параметры этих панелей будут приведены в ролике в табличке. Вы можете посмотреть, на что они способны при нагрузке на лампочку накаливания, которая является гораздо более грубой нагрузкой, чем аккумулятор сотового телефона. А теперь другой вопрос. Если в этом блоке питания есть даже микросхема ограничения напряжения и тока, чтобы не перезаряжать аккумулятор, то в обычных блоках питания, даже те, которые на 2 ампера, таких индикаторов и таких ограничений нет. Вопрос почему? Возможно или невозможно, что в сотовых телефонах давно уже стоят микросхемы, которые ограничивают потребляемый ток и напряжение, которое подается на вход. Я не думаю, что телефону для зарядки критично иметь 5,5 вольт. На самом деле, есть достаточно большие допуски. И поэтому я смело заряжаю свой сотовый телефон от вот этих двух панелей. И контроллер заряда мне вовсе не нужен, потому что в сотовом телефоне все это есть. Итак, мы видим, что через аккумулятор протекает ток заряда. Ток заряда, на мой взгляд, достаточно большой, чтобы его хорошенько зарядить. Сегодня к полудню, а пройдет примерно 2 часа, я думаю, что мой телефон будет заряжен. Ну а на этом все. Пока. До следующих встреч. Завтра я вам расскажу что-нибудь еще более интересное. Продолжение следует...